Веры нет без смирения Как опознать этот закон, ответит нам учитель, мы вновь освежаем в памяти удивительный образ сказочной полянки с простым названием «Смирение». До сих пор вы вбирали, много вбирали, многое предлагал вам делать самостоятельно, чтоб вы пробовали, знакомились. Сталкивались с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь на каждом шагу. Чтобы исправлять что-то, надо дать вам посмотреть на эту ошибку. До сих пор эта благоприятная минута была. Вы сталкивались, вы должны были посмотреть на самих себя, хотя по-прежнему соскальзываете в другую сторону, вы смотрите много на других. А надо было очень внимательно начинать себя рассматривать. На пути развития есть одна тайна. Которую можно легко нарисовать в таком простом образе, где есть полянка, и от которой идет одна прямая тропинка, которая никогда никуда не отворачивает. Она всегда идет прямо. Она очень узкая, в одного человека. Границы ее не видны, этой тропинке. Но незримый барьер охраняет тропинку, охраняет везде, кроме того места, где эта тропинка начинается от полянки. У полянки есть хорошее имя. На этой полянке много грибов, всего, что помогает понять, разобраться. А имя у полянки смирение, красивая полянка, именно с которой начинается одна тропа, узенькая. Но границ, как я сказал, не видно в этой тропинке. А на первый взгляд видится широкая дорога. Это потому, что рядом с тропинкой протоптали уже много новых тропинок. Их так много, они все вместе, и получается целиком широкая дорога протоптанная. И кажется, она также начинается от этой полянки. Но на эту дорогу можно, получается, вступить с разных сторон. Она с двух сторон от тропинок натопталась уже многими, желающими легко прийти к истине. Легко прийти к развитию своему. Я говорил вам много о смирении. Много посвящалось этому тем. Потом я зашел с другой стороны. Я стал вам говорить о том, что надо уметь быть благодарными к реальности. Я стал называть по-другому. Говорил много. Посвятилось очень много тем. Этому. С разных сторон. Все дружно слушали. Но постарались встать на тропинку, минуя полянку. Дружно точно так же. И вот у тех, кто, минуя полянку, хочет встать на эту дорогу, для них это широкая дорога. Они ее видят. Им кажется, ну, так легко им удалось встать на нее и теперь идти вместе. Ведь вы видите друг друга, вы вместе ложите дом, вместе делаете резьбу, занимаетесь искусством. Вы друг друга видите визуально. И вам всем кажется, что вы идете по одной дороге. Но есть одна особенность у этой дороги, которую никак сразу не увидите. Все, что приложено к тропинке, и, казалось бы, составляет одно целое, оно постепенно начинает ответвляться от тропинки. Тропинка идет прямо. Она никогда не отворачивает. А все, что натоптано тысячами ног, желающих легко стать просветленными, оно постепенно начинает отходить в сторону. Медленно, незаметно. И возвращается к этой полянке. И вы можете бродить тысячи лет, миллион лет, пока не сносите бесчисленное множество железных сапог, если вам нравится. Но вы будете приходить к одной и той же полянке. И пока вы ее не познаете, вы никогда прямо не пойдете. Никогда. Я говорил, что вера не начнется у вас без смирения, без познания этого великого искусства, умения правильно посмотреть на себя. Ведь от него начинаются многие моменты, которые явно влияют на ваше развитие, расцвет. И это смирение должно было уравнять то, что от природы вы сделали своими усилиями извращенное до предела уже, который граничит со смертью. А это гордыня. То, что человек в себе взрастил долго. Он аккуратно это поливал из леечки, регулярно. Ему нравилось поливать. Потому что поливать было всегда приятно со многих сторон. И он это делал. Он сам придумывал идеологию, которая будет позволять ему хранить это внутри. Ведь самое прекрасное хранилище в этом случае это когда сам человек заинтересован хранить это существо. он мало того не борется с ним. Он еще и заинтересованно хранит его внутри. И на эту тему вы придумали много идеологий. Очень много. Она везде. А развивать вы начинали с самого детства. С самых первых минут. Когда где-нибудь в детском садике начинались игры и начинались соревнования. И вот так вот повсеместно в течение всей жизни человек развивал то, что убивало его. Он это хранил. А когда кто-то пробовал это тронуть со стороны, вы дружно громко кричали «Зачем ты лезешь в мою душу?» И вы создавали очень много новых терминологий, ложных понятий чести, запрещающих ближнему коснуться вашего внутреннего мира. Это лишало быстрого развития человека. Ведь у вас есть естественный ход развития. Когда вы сами догадываетесь до какой-то ошибки что-то меняете. это очень медленное видоизменение. Очень медленное. Хотя оно имеет место. Чтобы процесс у вас был более-менее нормально ускорен, для этого требуются иные обстоятельства. Ваша совместная жизнь. Когда вы, посмотрев друг на друга, имеете возможность каждый получить очень большой диапазон мнений, взглядов о вашем собственном несчастье, о вашей ошибке. То есть у вас есть возможность сколько есть собратьев столько услышать мнений, допуская, что они намного могут быть выше вашего мнения. И вы легко, естественно, в поисках мудрости ищите это большое мнение, которое используете и быстро начнете изменять себя. Но это с разумной с точки зрения. Человек это не сделал. Конечно, если смотреть прямо и называть все своими именами, человек был глупец и остается до сих пор таким. Но это холодное и разумное можно сделать вывод. Есть другой фактор, человеческий, который имеет свою особенность, он нелогичный. И это надо учитывать. Логики во многом нет у человека. В его действиях нет логики. И более того, я могу сказать, что многие достижения человека в области духа, они как раз не были связаны с логикой. Они вообще противоречили логике. точно так же, как и многие потери человека в области духа. Это как раз его чудесные логические достижения. Это плод его разума, который он лелеял. Но как раз в этой области он потерял очень много. Но такова природа человека. И вот теперь многое надо будет суметь правильно увидеть. Продолжение следует...